Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время, и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вильена! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, мои дорогие гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал! Канал у нас с общими онлайн-раскладами, с ритуалами, которые пригодятся в вашей жизни, с различными медитациями, сеансами чисток, которые вы можете посмотреть в любое время, зайдя на сам канал Ведунья Вильена, зайдя или в видео, или в плейлисты. Также можете заходить в сообщество, я в сообществе тоже выкладываю различные ритуалы, но очень много ритуалов в группе Facebook «Магическая помощь». Все ссылки указаны и в описании, и под видео в комментариях. Также под каждым видео всегда есть тайм-коды. Если вы не хотите слушать предисловие, нажимайте тайм-код и сразу слушайте гадания. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, а гости канала обязательно поставьте лайк, потому что если вам понравилось видео, то вы потом у себя в понравившихся можете его еще раз пересмотреть или просто потом зайти на канал, посмотреть другие видео. Все мои контакты под описанием и в прикрепленном комментарии. Также вы видите на экране на табло номер телефона. Можно писать, писать, только писать в WhatsApp или Viber. Пожалуйста, не звоните. Звонки я не принимаю. Звонки только когда человек заказывает или гадание, диагностику, предсказание, или чистки, или другие ритуалы. Хочу перейти к вопросу. В прошлый раз вы меня не поняли, девочки. Я сказала, да, для богатых привороты. Знаете почему? Приворот, когда делает колдун, это очень материально затратно для вас и энергозатратно для самого колдуна. У меня сегодня был комментарий, не помню под каким видео я смотрела общий комментарий. Отчего колдуны ничего не делают? Обряд какой-то провели, ничего не делают. Будут еще деньги им платить. Ну тогда делайте сами. Никто же не против. Я всегда говорю, никто же не против. Почему сказала для богатых? Потому что те девочки, которые приходят привораживать мальчиков, очень богатых миллиардеров, они прекрасно знают, на что идут. Они привораживают нелюбимого мужчину. Они привораживают мужчину, который будет их содержать. Вот именно для этой цели были когда-то созданы привороты. Когда женщина оставалась, например, неудел, ей нужен был мужчина, который ее будет содержать. Раньше же женщина не могла работать. Ей не платили за работу деньги. Это было очень-очень редко. Служанки считались это низшая каска. Женщина должна была по всем древним законам выйти замуж. И поэтому богатые не для того, что богатые, а для того, что... Потому что эти девочки прекрасно знают, на что идут. Они знают, что они подписывают вечный договор с демнами. Но они это выбрали. Они это хотят. И они согласны работать по три, по шесть, по восемь месяцев, потом подделывать. Но в это время мы не можем принимать других людей. И поэтому и цена такая высокая. Потому что истинные действительно ведьмы, ведунь и колдуны работают на совесть. Работают до результата. А за 500 рублей или даже за 30 тысяч рублей, как некоторые предлагают вам, никакого приворота вы не сделаете. Пошепчут, поплюют. Может быть, он вам позвонит или напишет, а может быть, и никак. Человека, может быть, и будет к вам тянуть. Но волю его не сломить. Одним ритуалом волю человека не сломить. Поэтому приворот считается одной из самых сильных порч. И поэтому наказание за него огромнейшее вам, ему, вашим детям, рожденным и нерожденным, а также проклятие рода на семь или на девять поколений вперед. А во-вторых, сейчас мы переходим в пятое измерение. Происходит на планете чистка душ. И все такие душоночки, тушоночки, отправятся без реинкарнации. И еще проклятие рода. Они не войдут в этот новый свет. Сейчас новый свет, я вам это объясняю, свет на улыбку, добро, радость, восприятие мира, принося радость каждому человеку на этой земле. И не все это смогут понять. Поэтому 70% населения земли просто будут стерты. Различными заболеваниями, вирусами, катастрофами и так далее. Люди будут эти не нужны. Потому что эти люди так и находились и находятся на самой нижней копчиковой чакре. Ничего не хотят, кроме деньги, власть, удовольствие. И все. Сегодня я с вами проведу расклад. Расклад. Мне заказывали похожий. Заказывали, когда стрелой Амура меня стрельнут. И что ждать дальше, и кто он. Мы сделаем попроще. Расклад будет все понятно. Какой жених на пороге? Какой жених на пороге? Жених можно смотреть даже в кавычках. Какой мужчина на пороге? Какой жених на пороге? Какой жених на пороге? Расклад четко для девушек. Какой Амура любовь на пороге? Сроки можете загадывать, может нет. Карты говорят от трех дней, трех недель, трех месяцев и трех лет. Обычно так. Очень редко карты говорят на большие сроки. Когда мы видим ясновидящее, то мы видим иногда и большие сроки, конечно. И сбывается, могу сказать, мои предсказания сбываются на 99%. Иногда даже боюсь что-то сказать. Я скоро выложу вам еще видео. У меня были гости из Москвы, сегодня улетают. Видео мы были в Доме Вина. Покажу вам новые видео о Грузии. И так же были в Борджоме. Сейчас там снег, холодно. А здесь в Батуми сегодня, правда, плюс 6, а так плюс 9. И сейчас еще, сказали, день может быть даже выпадет снег мокрый. А потом будет 11-12 градусов тепла. Желаю вам тоже, чтобы в Москве не лил дождь, а пошел настоящий белый пушистый снег. И переходим мы к раскладу. Расклад называется «Какой мужчина-жених на пороге?». Так, смотрим, успокоились, оставили все мысли. Если есть фотография мужчины, то положите перед собой, смотрите ему глаза в глаза. Если нет, с открытыми глазами, представляете, это, ой, что я вам говорю? Я совсем не то, извините, переключилась. Успокоились все. Успокоились. Ни о чем не думаем. Ни о чем не думаем. Просто успокоились. Слушайте мой голос. Ничего не слышите. Все отвлеклись. И четко задаете себе вопрос. Какой мужчина-жених на пороге? Какой мужчина-жених на пороге? Смотрим на три колоды карт. И та, которая у вас выпрыгивает, которая прям вот как выпрыгивает с экрана, это ваша. У вас всего три секунды. И это ваш правильный вариант. Это ваша интуиция. В общих гаданиях только ваша интуиция может дать правильный ответ. Если вы посмотрели и вам гадание не понравилось предсказание, вы можете подойти к крану с водой и сказать, куда вода, туда это предсказание. Пусть уйдет с водой. И это у вас не сбудется. Не зацикливайтесь на гадание. Если оно вам понравилось, не пишите, я жду, буду ждать. Не надо ждать. Под лежачий камень вода не течет. Надо просто отпустить гадание. Забыть, как будто оно было. И оно вспоминается тогда, когда оно свершается. Но учитесь. Все мысли материальные, вот что вы мысленно вообразили, то обязательно произойдет. Главное, чтобы это было с радостью, с улыбкой. Не бойтесь, потому что все страхи ваши воплощаются сразу. Не совершайте необдуманных поступков. Не влезайте в магию, вот в это. Не влезайте. Творите добро. Есть магия и добра, которые на созидание и на радость. И начинаем. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вы видите, я просматриваю все комментарии. Теперь отвечаю, может быть, не на все, потому что их много. Но отмечаю их все. YouTube фильтрует неблагонадежные комментарии. Это я вам сразу скажу. И сразу их отсекает. У меня поставлена такая программа. И начинаем. Вариант номер один. Какой мужчина-жених на пороге? Какой мужчина-жених на пороге? Все, кто загадали вариант номер один. Какой мужчина-жених на пороге? Основная его карта. Хм. А тут вы. Странно. Сейчас посмотрим. Какой жених на пороге? Ну, допустим, вот загадывайте сроки, ну, может быть, 2020 год. Не загадывайте так, а просто вот какой. Ну, какой интересный. Ух ты. Сейчас посмотрим. Могу сказать вот что. Вышли первое вы. Могу сказать, что у вас произошла действительно какая-то тяжелая трагедия. И была соперница. Если это вам подходит, то значит про вас смотрим дальше. Если вам первые слова не подходят, девочки, не смотрите, посмотрите другие варианты. Из трех вариантов всех жизненных ситуаций просто быть не может. И знаете, вы сами открыли ключ в дверь и вышли. Вышли. А давайте посмотрим, какой же мужчина на пороге. Мужчина страстный, мужчина тайный. Знаете, здесь у вас идет, что вы можете светлыми силами привлекать себе магический мужчину. Есть очень много ритуалов. И у меня они тоже есть. Есть и в фейсбуке, тоже есть в группе. Как можно привлечь жениха. Я вам рассказывала про букет. Пожалуйста, используйте на прибыльной луне в пятницу или в субботу. Здесь есть, что... Мужчина можно привлекать, да. Мужчина будет очень сексуальный. Близко совсем не идет, что завтра вы встретите именно этого жениха, суженого, ряженого. Могу сказать, что отношения могут начаться сначала тайные. Вы не будете их на показ выставлять. И мужчина тоже. Какой же он идет, что-то не очень, не очень. Эти отношения, которые к вам придут, да, это будет не очень близко. Это действительно, потому что лилии вышли. Затянется немножко. Но идет встреча судьбоносная. Ее невозможно избежать. Возможно, у человека тоже было прошлое. Он его отрезает и уезжает. Джигит на коне. Джигит на коне, девочки, ловите. Здесь мужчина с характером. Мужчина, который любит ездить, у которого, возможно, есть транспортное средство. Или сам по себе такой мужчина, который любит даже иногда быстро решение принять. Любит ездить. Такой моложавый. Даже если он и в возрасте, то он внутренне какой-то молодой. Если молодые девочки смотрят, то здесь Джигит, который всех змей, которые рядом с ним будут, он их всех потопчит своим конем. Ну, давайте посмотрим, какой. Ну, здесь действительно судьбоносная встреча какой. Здесь идет, что и у вас было какое-то прошлое. И у этого человека было очень тяжелое прошлое. Были фальши и была боль, которую стойко и вы, и он перенесли. Это как в песне. Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разговораться не хочется. Вот и весь разговор. А здесь вы должны вот своими оледенелыми сердцами, потому что разжечь этот огонь, потому что, понимаете, вы выпали первой в карте. То есть, значит, он потянется к вам. Вы для него королева. Знаете, он за вас будет бороться. Мужчина такой, у которого женщины были, но он за вас будет бороться. Потому что у вас такое, что... А я не верю. Вот знаете, как будто скажете, а ты что мне лапшу-то на уши вешать будешь? Конфетками кормить? Нажаркалась я ваших конфеток, которые потом в говнявшки превращаются, и как коза потом их жевать. А мужчина... Да, вот вы как-то скажете, нечего бегать по чужим огородам, нечего везде бегать, не верю я. Вот каким-то образом вы не будете верить. Опять начнутся треугольники, опять это бывшие. Вот знаете, это вы ему отвечаете. А мужчина-то ушел от этого прошлого. Мужчина, который ушел от этого прошлого, на прошлом поставил он полный крест. Какой? Вот знаете, он появится так... Вот вы будете говорить, вот хочу мужчину, не хочу мужчину. А зачем, вот что-то вот, знаете, так уже натерзалось, уже не верю. И как гром среди ясного неба появляется мужчина. Знаете, возможно, вы встретите его или в каком-то муниципальном учреждении. Но где-то вот встретите его не просто на улице в подъезде, нет. Здесь вот как будто какое-то здание, какое-то учреждение. Ну, может это быть театр, может быть дискотека, что угодно. Здесь мужчина приходит, который умеет любить. и который умеет любить. Знаете как? Если я тебе дал, то и ты мне даешь. А вместе мы сила. Мужчина будет, может быть, при своем доме, но что-то он часть чего-то, каких-то своих доходов из прошлого потеряет, или имущество. Вот видите, вы опять выпали. Что я могу сказать? Какой мужчина на пороге? Мужчина, который прошел тоже. Хлебанул чего-то. Но мужчина, которому нужна женщина для гармоничных, серьезных отношений. Давайте посмотрим, а что у него будет на сердце, когда он вас встретит-то. То есть вот... Что у него на сердце? А у него тоже так же. Вы будете говорить, да я не верю. И у него так, что... Наверное, мне ее не завоевать. Наверное, мне ее не завоевать. Но вас он будет видеть. Понимаете, человек придет для стабильности. Не для попрыгунчиков, зайчиков, кузнечиков, а для стабильности. Вы первая вышли. Вы для него королева. Королевушна. Что он в вас видит, очень сильную женщину, которая тоже прошла и огонь, и воду, и медные трубы. Так, это я отложу, чтобы... Какой мужчина, какой жених. Жених здесь появляется. Жених или любовь. Будем так просто. Жених, как... Ну, женихи, женихи. Да, у него было... Может быть, человек путешествовал. Может быть, человек ездил. Что-то у него... Он, может, и будет ездить. А вдруг моряк с печки бряк. И который, пока он ездил, у него произошли там в личной жизни большие разрушения. И это его очень-очень многому научило. Какой мужчина на пороге. А он стал другим. Он познал мощь великого. Вот мощь того, что самое главное в жизни это действительно человеческие отношения. Деньги, это очень важно. Без них невозможно. Но он понял, что кроме просто дай, 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 оплачивай мои счета, у него что-то было в прошлой жизни такое, кого-то он содержал. И, наконец-то, он увидел свет. Он вас увидел, и вас увидит свет. И, знаете, он как-то... Да, я отброшу все. Пусть это будет... Что-то в жертву я отдам. Все препятствия устраню. Препятствия не будут. И пойду в наступление. Ну, человек трусит немножко. Будет трусить, чтобы вас завоевать. Давайте посмотрим, а что ждать вот от этих отношений. Мужчина-то неплохой. Мужчина, который уже бегать, прыгать, уже, как я говорю, кузнечики, не будет. Мужчина уже знает, чего хочет. Да, он будет скрытным. Да, он не будет говорить все. Потому что уже научен. Что ждать потом от этих отношений? Будет что-то такое, что, да, что может посеять в вас там ссор и раздор, но надо будет не просто... не просто... Да пошел ты! Нет, с этим мужчиной надо сесть за стол и поговорить. За стол переговоров. Потому что мужчина будет разумный. Да, будут препятствия или из его семьи, или из прошлого кто-то из женщин. Они будут мешать. Ну, знаете, можно все все отстранить. А на самом деле мужчина придет для любви. И стрелы амура вас пронзят. Потому что он разрушит всех гидр, он разрушит все для того, чтобы вас завоевать. А вы тоже будете бояться. Понимаете? И тоже, возможно, пойдете к гадалке или к кому-то советоваться. А как поступить? Советы не люблю давать, но здесь мужчина идет, на которого стоит посмотреть. Не рушьте сразу. Вот такой жених идет. Вот такой жених. Ну, конечно, мужчина может быть на расстоянии или иностранец. Это может быть, конечно, и разные районы. Здесь идет, что он вас просто будет добиваться. А потом... А потом положит чемодан, закроет и самолетом увезет. Или поездом. Или по волнам. Тут идет мужчина, который действительно мужчина. Единственное, что вот тут... Да, прошлое немножко, оно будет его... Но он от всего этого отодвинется. Тут мужчина-победитель. Мужчина-победитель. Да. Мужчина один всего войска стоит. Мужчина-победитель. Мужчина, уже который набрался мудрости. И мужчина, который у кого... Время такое, когда можно родить. Мужчина, который хотел бы нормальную семью, гармоничную семью с детьми. Где детский смех бы разливался по комнатам. Где бы все друг другу улыбались и обнимались. Вот такой у нас первый расклад. Здесь есть... Девочки, не упустите. Я понимаю, боль, когда... От прошлых отношений очень тяжело что-то начинать новое. Сразу не надо посылать на три буквы. Подождите. Присмотритесь. Потому что, если вы будете просто сидеть, ждать охать и ахать, то никто и не появится. Выходить в свет. Причёсывайтесь. Красьте ноготочки. Одевайте каблучочки. И вперёд. И вперёд. Вас же должно увидеть. Вот вы королева. Вот такой у нас был первый расклад. Поехали дальше. Кто посмотрел, если вам понравилось, ставьте лайки. Вот так вот вверх. И пишите комментарии. Я всем вам желаю любви, счастья, добра. Вариант номер два. Вариант номер два. Вариант номер два. Какой мужчина, жених на пороге? Что-то тут вообще. Тут вы не готовы вообще, вы похоронили, а нафиг эти мужики, а зачем они мне? Без них спокойнее, а с ними как в гробу. Тут что-то вы не хотите, тут вы не готовы, у вас сердце закрыто, у вас сердце, я закрыл свое сердце на тяжелый амбарный замок, и вы закрыли свое сердце на тяжелый амбарный замок. Если это вам подходит, смотрим дальше, а будет ли кто-то? Вы не хотите, вы не просто не хотите, вы закрылись. Как в своем каком-то склепе сами внутри. В своем это может быть комфорте, но вот такое, что не подпущу, мне так лучше уже. не хочу, чтобы сердце плакало. Ну, мужчина-то идет к вам или нет, будем смотреть. Знаете, вы хотите спокойствия, хотите, если у кого дети есть, хотите быть с детьми, вы хотите радости такой детской, непосредственности. А вас все режет и режет, вам все режет и режет. Вот тоже было так, что отношения отрезались какие-то. И вы сказали, все, все, больше не надо. Я не вижу здесь по второму раскладу, что вот в ближайшее время какие-то жонихи появляются. Вот видите, появится мужчина сильный, может быть в форме, может вообще сильный. Ну, такая преграда, вы такую преграду ставите, понимаете, вы идете, а вот мужчины смотрят на вас, а у вас написано, не подходи, у меня автомат сзади, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. А мужчина появляется, ну, я здесь не вижу, мужчина появляется как друг, мужчина будет, ну, 90% это мужчина старше вас, может быть это коллега по работе или еще кто-то, или начальник, мужчина, вот почему, жоних-то наш. Тут мужчина появляется хитро вымученный, но не буду говорить матом, хитро вымученный, мужчина, который привык побеждать и побеждать еще словоблудием. Вешаем, вешаем лапшу, довешивали, и мужчина может быть не свободный, а будет вам говорить, что он свободен, а он не свободный, и официально он не свободный, вообще не свободный, он может, понимаете, когда я говорю не свободный, это не обязательно жена, это может быть и гражданская жена, это может быть и мама, самая страшная соперница, которую победить невозможно. Это мамочки, это мы любимые мамочки своих мальчиков. Да, тут мужчина не свободный, даже появляется этот жоних, но этот жоних не тот. Это только тайные встречи, на которые вряд ли вы согласитесь. Да, тайные встречи в каких-нибудь там, может быть в отелях, может где-то, в квартирах, но здесь не идет. Вот по второму варианту вы не готовы, и понимаете, и к вам вот лезет опять не то. Освободите свою душу, освободите, улыбайтесь, вот чтобы увидели вас те, которые нужны, а не это непонятно что. И тут мужчина такой будет, что он может как бы заставлять вас это делать, то есть принуждать обстоятельства такие, что вам придется это согласиться, что ли соглашаться на это. Но в большинстве случаев просто скажите «нет» или пошлете его громко на три буквы. вот так, да, тут мужчина, который лазит по чужим огородам и ищет одиноких женщин, или тех, которые в браке, но они как одинокие, только бумажка. Да, пришел, увидел, победил, ну не знаю. Мужчины женаты. У мужчины есть и дети, может быть и внуки, ну дети есть, семья. Да, там на страже порядка стоит женщина, но у него вот тут другие есть. Ну, это, я считаю, но я не буду, это ваше, в такой встретиться мужчина у вас на пороге, принимать его или нет, это ваше дело. Нет, тут идет такое, что ну вы не готовы вообще к встрече, и поэтому вот приходит вот такое обыкновенное не то. Вы отдалитесь, других пока в ближайшее время вообще не намечается, потому что, ну если ваше сердце закрыто, то и приходят именно вот эти все альфонсы, манипуляторы, психопаты, они чувствуют эту одинокую душу, потом вешают лапшу на уши. Женщина посчитала, что она влюбилась и все, а дальше ей управляют как марионеткой. Поэтому здесь, ну даже мое вот, лично мое мнение лучше отойти, потому что опять будет та же карусель. Если хотите просто для здоровья, то да, если вы хотите настоящих отношений, нет, здесь чистый манипулятор, чистый такой вот, все время меняет невеста, все время ищет чего-то, это мужчина, который все время чего-то ищет, а потом сначала найдет, поразвлекается, а потом как все манипуляторы, когда жертва не будет давать ему ресурсы и обмена, он пойдет в свою другую сторону, а вы будете плакать. Надо или нет, конечно, это вы решите сами, это всего лишь гадание, это всего лишь гадание, он пойдет к себе домой, передумывать, кто следующая жертва, да, с этим выход, ну тут видите, не идет ничего такого, просто вы, вот в этой ситуации я вижу, что вы выйдете действительно императрицей, даже если вы согласитесь на какие-то встречи, вы потом его так пнете, что и прикажете, казнить нельзя помиловать, и отрубить ему голову, и вместе с яйцами тоже, пока не вижу, девочки, по второму раскладу, пока не идет. Какой мужчина, жених на пороге, да нет, у вас как-то, у вас дела заняты, вы совсем другим, сердце у вас как на войне, это так на войне, понимаете, нет, нет, пока не идет, пока, пока не идет, это очень далеко отходит, не сейчас, то есть отходит далеко. Давайте лучше переждем, иногда нужно переждать, чтобы пришло то, которое надо. Зачем же мусор-то с моря собирать? Уж лучше подождать, и море выплеснет на берег колечко с бриллиантом, сережечки или цепочку после шторма. Поэтому шторм и ураган надо переждать. Очистится ваше сердце, я просто вижу туда дальше, это уже как ясновидение, я вам говорю, кто загадал вариант номер два. Очистится ваше сердце, но это не сейчас, это позже, и действительно придет человек. Примерно вашего возраста или плюс-минус, да. Как будто вам его посоветуют. Сейчас, извините, но вот такой расклад, это просто карта. Если вам не понравился расклад, скажите его в воде, чтоб он у вас не сбылся. Или просто подумайте о том, что я вам сейчас сказала. Что сказали карты, что сказала Вселенная. Ставьте лайки, пишите комментарии, отписывайтесь. Вступайте в группу Фейсбук и там пишите. Еще хочу сказать все, что, а еще хочу сказать вот одно, кто будет смотреть, может быть, про принимальщиц. Я уже говорила, всех, кто будет говорить, писать мне в комментариях, благодарю, принимаю. Я всех буду просто теперь безоговорочно блокировать, и все. Принимальщицы, идите, принимайте, кто вас научил, а не делайте от них крадники, потому что вами манипулируют, а вы, не зная законов эзотерики, это совершайте. Вашими руками совершают крадник. Поэтому я уже об этом говорила, кто меня смотрит постоянно, знают. Я буду просто блокировать. Вот когда я вам скажу, девочки, я делаю вот это, и теперь примите от меня это, вот тогда вы можете, принимаю. А сейчас я делаю просто расклады. Что вы хотите принять? Принять мои какие-то ресурсы я не позволю. Извините. На вопросы в комментариях, которые мне задают, такие вот каверзные или какие-то еще, когда человеку нужно что-то понять, я всегда пишу, всегда отвечаю. А теперь переходим к варианту номер три. Вариантик номер три. Так, какой жених, мужчина на пороге? Вариант номер три. Какой жених, мужчина на пороге? Вариант номер три. На пороге. Так. Ой, сразу прям. Ух ты! Ну, тут может быть, какой-то, начинаться может с какого-то небольшого романа, и может быть, и курортного. Какой мужчина на пороге. Хитрый мужчина на пороге. Мужчина такой. Ой, какой мужчина. Здесь идет мужчина. Мужчина, который хочет стабильности, но на самом деле, ну, как я говорю, игрок. Это может быть и в прямом, и в переносном смысле, поэтому в прямом-то лучше не надо. Здесь именно мужчина-игрок. Веселый такой игрок. Знаете, вот такие вот шустрые мужчины. Аля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот все. Как живчик. Любит и секс. Любит и женщин. Любит веселье. Но почему-то, знаете, вот хочет стабильности. Что за мужчина? Ух ты! Мужчина идет. Сейчас посмотрю, это его брак или нет. Нет. Мужчина хочет вступить в отношения, в серьезные или в брак. Но чтобы это было взаимовыгодно. Взаимовыгодно. Знаете, если у мужчины есть средства, тут пока не показано, то он никогда не женится на пастушке. То есть здесь мужчина ищет равные. Равные касты. Равные. Равные сословия. Но мужчина такой балагур. Ой, любит так шампанское или что-то такое веселье. Ой, заводной какой мужчина. Тут идет мужчина. Заводной. Ну, мужчина заводной, заводной. Но мужчина, который... Вот тут идет прям. Мужчина, который хочет очаг. Он хочет, чтобы была стабильность. Свой дом. Крепость, дом. Мужчина, знаете, какой идет? Говорю, что он хитрец-мудрец. Он никогда... Вы никогда не узнаете, какой у него достаток. Сколько у него денег. Никогда он не скажет точно, сколько он будет иметь. Вот он наш красавчик. Красавчик тоже. Красавчик. Ох, любит тоже. Ездить, может быть, машина, может быть, еще что-то. Тут движение идет. Ну, говорю, как вот заводной. Столько энергии в этом мужчине. В сексе просто вентилятор. В сексе просто вентилятор. Тут идет мужчина. Не могу сказать, если в втором раскладе там вот такое здесь. Я даже не знаю, что вам посоветовать, что говорить. Потому что не каждый такого мужчину примет. Вот кто тоже такой же заводной. Например, сидим-сидим, телевизор смотрим. А не полетит ли нам в Париж? За пять минут собрали чемоданы. Уже забронировали билеты в аэропорт. Вот это такого типа мужчина. Понимаете? Заводной, веселый. И который вас тогда поднимет. Если вы такого типа, то, знаете, вам будет просто кайф. Не люблю такие слова, но это действительно. Потому что здесь какие-то... Вот если вы такого характера, то две будут равные половинки. Если вы любительница полежать, поготовить пирожки, блинчики, просто посидеть в тишине. Нет. Тут мужчина заводной. Он, если увидит, что вы менее вот такая энергичная, он отойдет. Здесь мужчина вот такой. Какой жених? Вот такой. А уж принимать вам, не принимать. Чего делать? Это ваше дело. Ну, у мужчины, не могу сказать, что денег нету. Но он считает, что не так много. Но он умеет зарабатывать деньги. То есть у него то много, то мало. Умеет любить. Еще как. Я вам сказала, что тут умеет любить. Мужчина такой умеет любить. И производить потомство. Мужчина очень сексуальный тут. Энергия. Энергия просто бьет. Да, у него на данный момент, вот говорю, денег не очень много. Какие-то потери. Вот говорю, что бы ни получился, просто игрок. Потому что здесь идет. Вот такой мужчина, как игрок. Если он игрок, сразу отворачивайтесь. Потому что тогда потеряете все. Если он игрок сам по себе, по природе. Вот такой, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот тогда да. Потому что если мужчина и игрок в казино, или еще что-то, отворачиваться надо. Если мужчина, потому что это общий расклад. Такой вот живчик, вы тоже такой же живчик. То это ваше. У него сейчас на данный момент какие-то, какие-то немного материального положения, что-то там пошатнулось чуть-чуть, но он знает, как это все вернуть. Да, есть у него какие-то там по голове. А, прыгал-прыгал кузнечик-человечек. И знаете, на него кто-то делал что-то, и из-за этого он получает. На него кто-то делал что-то, и из-за этого он получает. Ну, сейчас везде в интернетах это все выложено, зазывы, вызовы, привязки, завязки, как я говорю. Чего только нету. Потом портите себя и мужчину, потому что из интернета там нет ни начала, ни конца, как закрепить, ничего нет. У вас, если силы нету этой вот природной, не получится. Я просто говорю, кто-то на него делал. Эта женщина за ним следит, прослеживает. Он уже с ней не контачит. Да, магия была произведена на человеке. И знаете, он очень хорошо как-то с ней борется. Вот знаете, как маленький ребенок. Вот такой вот силы, как маленького ребенка. Дети, они же очень сильные внутри. У них очень большая энергетика. У него очень высокая энергетика, поэтому его вот так не достают. Но у него что-то делали. С этой женщиной он уже не контачит. Он, когда вы встретитесь, он будет абсолютно свободный. Он может заигрывать, флиртовать, но в отношении он будет свободный. Мужчина, который желает зарабатывать, который, в общем-то, у него сейчас какие-то потери есть, но он, в общем-то, твердо будет стоять на ногах. Потери вот какие-то сейчас. Мужчина очень такой, знаете, стойкий. Такой весельчак, но на самом деле в нем такой стержень. Так подумаешь, ой, клоун какой-то. На самом деле это не просто клоун. Это очень огромный. Он даже пусть маленького роста, но он огромный воин. Он умеет противостоять вот всяким этим энергиям черным. И даже мужчина может обладать какими-то такими способностями, потому что вот как-то отталкивается от него. Мужчина очень молодец. Так, кое-что у него такое есть. Знаете, он может о чем-то грустить, вот о прошлых каких-то вещах, о прошлой жизни, но он это никогда не показывает. Да, очень стойко, говорю, никогда не показывает. Вот такого типа мужчина, давайте посмотрим, а что, например, с ним может ожидать. Как он чувствует, какие чувства будут. Ну, сначала-то он как бла-бла-бла, а потом нет. Это внешне, он, говорю, такой клоун. Что он будет чувствовать, когда начнет встречаться с вами. Опасность. Опасность. Потому что вы что-то очень сильно на него. Вы знаете, вот мужчина вроде бы хочет стабильности, но с другой стороны сразу он ни в какой брат вступать не собирается, потому что он не хочет оков. То есть с этим мужчиной надо, потому что он хочет счастья. Он хочет гармонии, он хочет счастья, он хочет очаг свой. А вот при встрече, да, сначала это будет так. А это просто так, а это просто так. На самом деле потом получится не просто так. Здесь мужчина с очень таким стержнем внутри. А внешне скажешь, о, дурачок-то какой-то, шут гороховый. На самом деле это совсем не шут. Давайте посмотрим. Вот такой вот в третьем раскладе, вот такой мужчина выходит. Потому что насколько близко, насколько близко, сейчас посмотрю, насколько близко, например, такой мужчина. Здесь может появиться даже достаточно близко, даже 2020 год. Потому что здесь идет, вот понимаете, вот здесь точно, это стрелы амура. Мужчина, который действительно умеет делать деньги, умеет деньги делать не просто, чтобы их прокутить. Он может и прокутить что-то, и провеселить. Но он никогда не истратит все. Вот единственное предупреждение, если действительно этот человек будет игрок любой категории, в карты, в покер, в казино, отворачиваться. Если этот мужчина просто вот такой вот весельчак-балагур, но с таким стержнем, нет, не отворачивайтесь. Потому что это действительно, то есть здесь мужчина с таким стержнем, золотой урон, это одна из лучших карт. Просто принимать или нет, вот для некоторых это будет как шок, понимаете, такой мужчина. А для некоторых это будет именно то, что искали. Давайте еще посмотрим, так посмотрим, а что ожидать потом. в отношениях. Ну, конечно, тут секс до небес. Вот просто иногда будет ограничение человеку, потому что человек все время куда-то будет ездить. Может, и по работе будет ездить. Что ждать от него? Знаете, вот тут такое, что, я говорю, он такой вот, то одно скажет, то другое скажет, еще что-то. Вот он умеет скандал перевести в смех и соединиться, и обнять. Ну что ты, дурочка, что ты, что-то напыжилась-то, ну что ты, ну что ты, ну что ты, вы вместе, что-то за что обиделась, пошли, пошли, пошли мороженое поедим, а? Ну, пойдем вниз, спустимся в кафешку мороженое поедим, виновое пьем, пошли, пошли, хватит тут пузыри и щек надувать. Тут такой мужчина, на самом деле он очень серьезный, это он просто видимость. Да, он, и здесь мужчина такой, который любит видеть около себя вот такую же королеву. Он ищет равную, он ищет равную. И вы, вы, вот, понимаете, вы будете, вы будете ему давать эту энергию сияния. Тут столько вот идет в этом раскладе энергии, я вот просто даже передать вам не могу. По моему голосу можете это понять, вот я чувствую этого мужчину. Я с вами выбирала, ну третий расклад не мой, а жаль. Вот такой у нас был третий расклад, сейчас хочу просто одну единственную карту еще достать. Вот характеристика этого мужчины, который в маске такого балагура, на самом деле кто он? Стабильный. На самом деле он может сдержать любую злую энергию, всех поставить на место и отрубить. У мужчины есть какая-то сила, большая сила есть, да. Он всегда привык бороться и побеждать. А побеждать смехом он не местью, да. И да, мужчину, у которого есть враги какие-то, он хитро, мудрый и знает, что и для чего и почем. Хотя внешне, когда посмотришь, то кажется совсем другое. Изумительно, вот я честно скажу, это очень изумительный мужчина. Единственное, но если это игрок, отворачивайтесь. То есть, понимаете, всегда есть две, вот как на весах. Вот здесь Бог, а вот здесь дьявол. Что человек выбирает, Бога или дьявола? Вот здесь точно по раскладу. Если этот человек игрок, отворачивайтесь, он с дьяволом. Если этот человек просто сам по себе такой, он любит работать даже, вот такой. Тогда да, пробуйте, дерзайте. Великолепный мужчина. Ну, с моей точки зрения. Девочки, я вам желаю счастья, добра, любви, радости. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была я, ваша Вивиена. Пока-пока, до новых встреч. Пока-пока, до новых встреч.